По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует. Живи и наслаждайся, человек, одним словом. Но дудки, говорит судьба в лице моего доброго знакомого. Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с ней. Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки. Так она хороша. Страдаю и в то же время наслаждаюсь. Любовь. Но дудки. Мимо нас проходит наш департаментский от Варяйла и Запиряйла, наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный Спивсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спивсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи. — Холодно, ваше, высоко был. Ваше, высоко был. Ночишко бы. Хе-хе-хес. — Я даю ему двугривины. Эта любезность трогает его до нельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом. — Очень нам не жалко вас. Убидно, ваше благородие. Страсть как жалко. — Точно вы мне сынок. Человек ведь вы золотой. Душа, доброта, смиренник наш. — Когда на медне он превосходительство, то есть, накинулся на вас, меня аж тоска взяла. — Ей-богу, думаю, за что он его? Ты и лентяй, ты и молокосос, и я тебя выгоню, то да сё. — А за что? Когда вы вышли от него, так на вас лица не было, ей-богу. А я гляжу, и мне жалко. У меня всегда сердечность к чиновникам. И, обратясь к моей соседке, Спивсип прибавляет. Уж больно они плохи у нас насчет бумаг то. Не их, не это дело в умственных бумагах. Шли бы лучше по торговой части или по духовной, и, богу, ни одна бумага у него толком не выходит. Всё зря. Ну и достается на орехи. — Сам заел его совсем. Турнуть хочет, а мне жалко. Их благородие доброе. Она смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием. — Ступай, — говорю я Спивсипу, задыхаясь. Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели, а срамил канали. А в стороне за голыми кустами сидит её папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до титулярного не смел и думать. А на другой стороне за другими кустами прохаживает своя маменька и наблюдает за ней. Я чувствую эти четыре глаза и готов подохнуть.